В имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Время, Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо, Господи, за ваши святые молитвы. Мы с вами продолжаем поприще Великого Поста. Сегодня у нас вторник Страстной Седмицы. Самые важные дни вообще в богослужебном году у нас с вами сегодня свершаются. Это Великий Вторник, Великие Дни. Все на этой Седмице у нас называются. И сегодня мы снова должны обратиться в свое сердце, обратиться к страстям и грехам своим, попытаться еще глубже понять, чем душа наша больна, и попытаться избавиться от страсти наших. И, братья и сестры, конечно же, сегодня, как духовники, я могу сказать, что многие безответственно готовятся к Исповеди, и даже не готовятся вовсе. Некоторые говорят 5-6-7 грехов, а у нас только страсти 7, основных страстей. От этих страстей уже множество грехов происходит. Поэтому надо начать подготовку к Исповеди с семестными страстей. Святые отцы говорили, я всем грехам повинник, всем грехам виноват. И многие люди на Исповеди тоже говорят, вот все грехи совершил, а все грехи все. А какие, спрашивает священник, простятся только те грехи, которые ты осознал, раскаялся в них, значит, ты можешь назвать на Исповеди. И человек затрудняется. То есть он не дает себе труда, чтобы потрудиться, подготовиться к Исповеди, а значит, раскаяться, потому что покаяние – это труд. Без труда нельзя вырвать сорняк из земли. Если ты хочешь, чтобы подродное поле, нужно нагнуться, увидеть сорняк, его вырвать, то есть поклониться. Вырвать и очистить поле – это труд. А если ты хочешь так, ну так ногой махнул, по одному сорняку, по второму, немножко ударил, прибил, но он тут же восстанет и будет еще больше растить. Поэтому нам нужно готовиться, братья и сестры. Нет в нас покаяния, потому что нет подготовки. И именно поэтому без подготовки человек идет на Исповеди, он не может. Ну какие все грехи? Ну все, ну хотя бы, давай ты хотя бы должен знать, какие есть грехи в природе. Какие они есть, эти все грехи? Уже речь не идет о покаянии во грехах, речь идет о знании хотя бы, какие есть грехи. Человек даже не знает, какие есть грехи. Всем повинен. Поэтому давайте мы начнем с вами с познания, какие есть грехи. И для этого у нас есть свидетели Натя Брянчанинов и множество пособий в помощь кающимся, и много святых отцов про эти основные страсти говорят. Вот у нас есть семь основных страстей. Главный грех – гордыня. Дальше идет своеволие и прочие грехи. И уже когда ты будешь знать, что есть семь страстей основных, страсти – это хронические заболевания души, от которых происходят все прочие побочные, негативные действия, можно так сказать. Страсти – это то, что мы совершаем с вами каждый день, всю свою жизнь. Уже привыкли к этому, сравнили власть душа наша с этими страстями, уже их не замечают. А их надо заметить, их надо найти, у них надо раскаяться в страстях наших. Иначе мы умрем и не попадем в Царствие Небесное. Как может страстный человек, гордеривый, тщеславный, завистливый, осуждающий, чревоугодный, блудный, больной этими страстями жить среди святых. Как? Тогда Царствие Небесное закончится. Там, где появляется этот человек, разрушается гаммония Божьего мира, греховный человек. Все страсти, все болезни, все страдания от грехов наших, все возмущения природы и животных, которые нападают на людей, злобятся, вместо того, чтобы брать из рук у них пищу постную, все от грехов наших. Поэтому и самое страшное в духовной жизни, что человек, который разрушает себя, разрушает вокруг себя, своих близких, из природы, из животных озлобляет, он даже этого не замечает вообще, что он грешный. Он считает себя самым лучшим, святым и праведным. И по этой причине, в том числе, по причине ленности и по причине гордыни духовной, потому что гордыня, она шептывает другой человеку, ты святой, ты праведный, ты хороший, у тебя нет грехов, не занимайся, не трудись над тем, чтобы увидеть грехи свои. Ты хороший, гордыня говорит, ты хороший. И забываем все грехи, перестаем их видеть. А значит, нет у нас покаяния. И значит, не к нам пришел Господь, а Он пришел к кающимся грешникам, а не к праведникам. Грешникам, чтобы спасти грешных. И вот кающийся грешник, это только тот человек, который готовится к Иисусу, который хотя бы узнал, какие есть основные грехи. И не разрешает себе дерзать, идти на исповедь, что-то на ходу там вспомнив. Что-то там, да там что-то где-то сказал, что-то съел. И если грешен, каюсь, каюсь. И вот так крестится, вот так, быстро, наскоро. Что это за покаяние? Что-то, возможно, что-то съел, возможно, что-то сказал. Что ты съел? Что ты сказал? Ты же должен сам это осознать. Что ты сделал? В чем ты каешься? А Он просто говорит общие фразы ни о чем. То есть ни о каком покаянии речи нет. И никакого прощения грехов тоже. Но есть какая-то благодать. Человек имитирует исповедь. Конечно, Господь, Он из-за... На волосинку мы ему потрудимся, и все равно Господь какой-то даст благодать. Но мы же можем не на волосинку потрудиться, а более серьезно. Чисть всю душу, получить плод покаяния. В церкви стоят не как фарисеи, а как кающиеся грешники, как счастливые люди, как люди, которые живут вместе с Богом, которым Бог помогает. И все это зависит от подготовки к исповеди. Вот братья среди сестры, среди прочих страстей семи, которые мы должны знать хотя бы, а потом уже осознать, это следующий этап. Узнать, какие же есть все-таки грехи. Ты же даже не знаешь названия этих грехов. Всем грехам повинен, всем грехам повинен, всем, всем. Каким? Не знаю, затрудняюсь. То есть ты вообще в себе не видишь никаких грехов, считаешь себя святым, и пришел на исповедь, заявляя, что ты всем грехам повинен. И ни одного греха не можешь назвать. Поэтому мы должны знать эти грехи. И среди этих грехов, эти страсти, среди этих основных семи страстей есть страсть чрева угодья. Это страсть, о которой очень много говорят святые отцы о борьбе с этой страстью. Казалось бы, это в общем-то естественное, можно сказать, состояние, что, ну, чревоугодие, покушал ты, все же хотят кушать, все испытывают голод, физическое состояние. Но грех не кушать. Кушать – это не грех. Грех угождать чреву своему. Грех быть рабом чрева своего. Грех думать только о том, чтобы делать только то, что повелевает чрево твоя. Или бросать все в жизни, когда тебе чрево повелевает. Быть не господином чреву своему, а чрево, чтобы тобой угосподствовало. Вот это грех. Угождать чреву есть грех. Быть рабом ему, служить чреву своему. Ведь в Священном Писании есть такие слова, Богу одному твоему поклоняйся, и ему одному служи. Больше никому и ничему не служи. Работай, служи государству, но потому что так тебе поверил Бог. Кушай еду, потому что эту еду дал тебе Бог. Дал тебе, но Бог превыше всего. Ему одному служи. И когда чрево повелевает тебе, ты не должен бросить служение Богу и бежать угождать чреву, что, к сожалению, делают очень многие люди. Очень многие люди сегодня не приступают к величайшему таинству причастия тела и крови Христовой. Сегодня мы читали с вами Евангелие от апостола Иоанна Богослова, в котором Господь говорит нам, повелевает, что ешьте тело мое и пейте кровь мою. Сие есть истинная еда и сие есть истинное питье, истинное брашно и истинное питье, по-славянски. То есть вот, что мы должны вкушать, вот к чему должна вожделеть душа наша, вот какую пищу и питье мы должны стремиться принять внутрь себя. Та пища, любая еда, делает нас сильнее, дает нам энергию. Так вот, еда, когда мы вкушаем, тело кровь Христову, дает нам энергию, самую лучшую, самую высшую, самую силную, энергию любви, энергию любить, силу, энергию прощать, силу, энергию терпеть, силу, энергию быть счастливым, когда тебя огорчают, силу, энергию не злобиться, когда тебя пытаются злобить, оскорбить, обозвать. Тело и кровь Христова дает нам эту силу, энергию. А хлеб и колбаса, и рыба, и мясо не дают такой энергии. Понимаете? Не дают. Они дают энергию, может быть, поднять что-то и перенести, пум, и положить. Но если человек объелся, обожрался, и ему надо что-то перенести, но у него же человек, это не желудок, а человек, это душа живая, бессмертная, то ему леность говорит, то не надо ничего переносить, ложись и лежи, отдыхай, пусть у тебя жирок завяжется. И все. И человек не смог ничего перенести и положить. Потому что да, он наелся, дал энергию, получил, но эту энергию направил на формирование жировых складок и прокладок. Потому что он не причащается к телу крови Христова. Потому что он почему не причащается к телу крови Христова? Потому что там надо поститься три дня. А чревый ему говорит, я не хочу поститься три дня. Целых три дня без колбасы, без мяса, без еды. Нет, ты не будешь причащаться. Вот жри, сиди и получай энергию. Энергию чего? Если ты поел и ничего уже не можешь, лень говорит, ложись, спи, потому что тело крови Христова попаляет леность, убивает леность, убивает уныние, убивает отчаяние, убивает блуз, в конце концов. Все грехи убивают причастие к телу крови Христовой. В зависимости от того, насколько мы эту часть большую получили, настолько сильнее действия оказывают на нашу душу. Насколько мы лучше к этому таинству готовились. Почему церковь и говорит, что надо поститься три дня, обуздать чрево свое, чтобы ты Богу служил, а не чреву своему подчинялся. И молитвенное правило прочитать о покаянии, чтобы ты увидел свои грехи. Увидеть свои грехи очень важно перед причастием. Раскаяться в них снять, вытащить грязь из своей души. И чем больше ты подготовишься, чем смирение ты подготовишься к этому таинству, чем больше подвиг ты совершишь, тем больше будет эта часть, тем более сильное действие окажет это таинство на твою душу, тем больше будут побеждены твои страсти, тем больше будет места для того, чтобы вошло больше любви, радости, счастья, понимаете, больше. И от нас это зависит, Бог всем дает одинаково, но от нас зависит, какую часть эту взять. Кто-то постился сикость-накость так себе, кто-то молился бряк-бряк, думая о постороннем, вот у него и причастие такое. Кто-то делает это усердно с покаянием, со смирением, видя гордыню свою, потому что можно причащаться и гордиться собой, какой я хороший, какой я самолучший. А кто-то более смиренно это делает, это получает большую часть. Это большей частью причастие от Бога благодать и попаляет свои грехи и становится святым каждый раз, раз от раз. Немного незаметно, микрон за микроном, шаг за шагом, ползком, но ползает до Царствия Небесного, кто причащается. А чревоугодник не может причащаться. Ему чрево говорит, не могу поститься целых три дня, и все. И чревоугодник побежден этим. И он угождает чрево Сумуне Бога. Бог говорит, причащайся, ешь тело мое, а чрево говорит, не ешь тело Христово, ешь колбасу, колбасу. Будет у тебя энергия, у тебя не будет энергии, у тебя будет апатия, уныние, отчаяние и пустота в своей жизни. И многого ты не совершишь, не обуздавший чрево своего. Именно поэтому, братья и сестры, святая православная церковь благословляет в среду и пятницу всю неделю, кроме сплошных седмиц, на Пасху светлую седмицу и рождественскую святки, все остальные недели поститься в среду и пятницу обязательно. И также есть четыре великих поста, один из которых поблищ, одного из которых мы сегодня проходим великого поста. футбол独